22 июня в 4 часа утра 79 лет назад началась Великая Отечественная война. Одна из самых страшных и кровопролитных в истории человечества. Ко Дню памяти и скорби приурочена традиционная всероссийская акция «Свеча памяти». Из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом на площадях и набережных было немноголюдно, как обычно. Многие зажигали свечи у себя дома на окне, а кто-то и в виртуальном пространстве. А в Твери памятное мероприятие стартовало в 3 часа 30 минут. Волонтеры и жители областной столицы, соблюдая все меры санитарной безопасности, возложили цветы к подножию обелиска Победы. В знак годовщины начала Великой Отечественной войны и в память о погибших красноармейцах на 79 минут над мемориалом зажгли огонь. Тему продолжит наш корреспондент Никита Васильев. Для ученицы 10 класса юноармейца Виктория Апостолова история Великой Отечественной войны тесно переплетена с историей ее семьи. Прадед девушки встал на защиту Родины 22 июня 1941 года. Начав войну в родном Калинине, красноармеец прошел пол Европы до самого Берлина. Был награжден Орденом Красной Звезды. Сегодня молодое поколение заботится о ветеранах и продолжает хранить память о войне. Они погибали, защищая свою Родину. Прежде всего нас. Мы сейчас живем под мирным небом. Дышим свежим воздухом. В то время им было очень тяжело. В этом году пандемия коронавируса не позволила присутствовать тверским ветеранам Великой Отечественной войны на всех мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби. Для сохранения здоровья им было рекомендовано остаться дома. Это еще больше сплотило волонтеров патриотических организаций, которые поставили перед собой цель – провести в том числе и акцию свеча памяти на должном уровне. Это всего лишь малая часть, что мы можем сделать для тех людей, которые отдавали свою жизнь за нас, за наше мирное небо над головой. И я считаю, что каждый считающий себя патриотом человек должен обязательно прийти на свечу памяти. Кульминацией акции стало создание инсталляции свечей в виде слова «память». Как считает руководитель военно-спортивного клуба «Горностай» Елена Громова, память для русского человека не просто слово, а символ бережного отношения к подвигу предков и к исторической правде. Память – это действительно такое слово, которое несет в себе очень емкую информацию. Молодое поколение должно понимать, что оно родилось не в чистом поле, оно родилось на Тверской земле, которая полита кровью и потом наших прадедов и дедов. Впрочем, сейчас даже, казалось бы, очевидные вещи некоторыми людьми сознательно ставятся под сомнение. События и итоги Великой Отечественной войны трактуются по-разному, и зачастую эти трактовки противоречат официальной позиции нашего государства. Однако для тех, кто еще успел вживую пообщаться с участниками тех страшных лет, все очевидно. Войне придается неоднозначное значение, особенно за рубежом. Поэтому очень важно, чтобы все советские люди помнили, сколько людей погибло, что значит война для всего человечества, для всего мира. У нас все родственники воевали, поэтому мы пришли почтить их память. Это надо не мертвым, это надо живым. Пока мы живы, мы должны помнить об этом, события в жизни нашей Родины. В этот день, сразу после акции «Свеча памяти» на официальных сайтах учреждений культуры и молодежной политики областной столицы начались онлайн-трансляции памятных мероприятий, конкурсов, мастер-классов для детей на тему победы и просмотров военных фильмов. А на странице правительства Тверской области было размещено обращение у губернатора Игоря Рудени к ветеранам Великой Отечественной войны и жителям Верхней Волжья. «Мы всегда будем помнить, что Великая Победа добыта мужеством и стойкостью защитников нашей земли, не щадивших сил и жизни для Отечества. Их героизм стал высшим достижением любви и верности Родине, высоких моральных ценностей. Светлая и вечная память всем тем, кто погиб за Родину, не дожил до сегодняшнего дня». В завершение губернатор пожелал ветеранам Великой Отечественной войны бодрости, духа, здоровья, добра и благополучия всем жителям региона мирного неба над головой.